Приветствую вас, интернациональная аудитория, друзья, подписчики и всех, кто любит камень. Дом сложенный на глину. Он расшит, сделана хорошая. Ему может быть хоть сколько лет. Он строился там еще в 900 году, а может еще раньше. Может 200 лет ему. Я хочу, чтобы вы посмотрели на структуру этого дома. И чтобы вы увидели вот эти зажимы, который зажимался, растягивался, так сказать, дом. Потому что это один из важных принципов на то время, когда не было бетона, который стягивает, который связывает весь дом. И он не может никак разойтись. Поэтому в старину делали растяжки для того, чтобы дом держался по кругу. Он сделанный по кругу, держит его. Для того, чтобы дом не разорвало, когда будут делать крышу. Вглубь там полметра и все. Нет, эта растяжка может через весь дом идти. А может быть до середины, допустим, чтобы держались углы, не разъехались. Создать вот такую крепатуру. Что такое растяжка? Растяжка может быть и пластины, или круглые, или металлическая. Но, можно ставить и деревянные растяжки. Если вы посмотрите через окно, вы увидите бревно, вмонтированное в каменную стену. Это означает, как бы перевязочное бревно, которое уже выдуло ветром. Там одни рожки-тоножки остались, сучковатая поверхность. Старые дома очень часто можно встретить, когда они перевязываются вот такими бревнами. Допустим, если вы возьмете сухой дуб или акацию, это дерево будет держать очень долго. Это самый стабильный материал, если на него не попадает влага. Как выдуло это бревно? На самом деле, это бревно однозначно хорошее, добротное дерево. Наподобие дуба, красное дерево, оно столетиями стоит, не боится ни воды, ничего. Камни выдуваются, как это дерево. Если мягкий камень или песчаник, однозначно будет выдуваться. Почему скобы не рвут камень? Потому что скобы не есть в самом камне. Они есть между камнем, там, где глина. А глина и металл, они совместно работают. Допустим, если металл влажный, глина влажная, она расширяется, сжимается, ничего страшного нет. Была бы эта скоба в камень забита, это другое дело. Тогда может рвать. Только верхняя часть вверху связана. Что касается современных домов, и металл, который стягивает углы, я не встречал, что так делали. Раньше стягивали, потому что не было бетона. Сейчас же, если заливается плитоперекрытие, все, стены стянуты. Сейчас другая технология стяжки дома. Та же самая стяжка проводится за счет бетона. Вторая версия может быть армопояс. Можно сделать стяжку каменной стены. С наружной стороны выложили ряд 25-30 см, с внутренней стороны выложили ряд 25-30 см. Внутренность пустая, ее заливаем бетоном и делаем армопояс. Положили 2-3 арматуры, залили, и это стягивает весь дом. Сейчас не применяют такие стяжки. Можно сделать выводы, что железные растяжки сделаны для глиняных домов. Домов, которые положены на известковый раствор, которые сложены на землю. Для домов, построенных по старой технологии. Почему этот дом вообще стоит? Почему его водой не вымыло, не выдуло? Обратите внимание на сами стены. Как они сложены. Большой камушек и вокруг маленькие камушки. Вся эта кладка держится за счет правильных расклинов вокруг больших камней. Даже если вы кладете подпорную стену на сухую стену, для того, чтобы у вас появилась какая-то картинка, вам надо расклинить камушек. То есть, взять камушек по геометрии, какой зазор идет, и забивать молоточком. И вы увидите, как сразу меняется облик стены. Когда-нибудь мы это покажем. Камень не подвластен. Множество обработки. Он сделан очень просто. За счет этих маленьких камушков можно творить шедевры. Если вы возьмете старую кладку, вы увидите определенный стиль работы. Потому что большой камушек выставляется, и вокруг забиваются маленькие халички. Для того, чтобы эта земля не выдувалась, а не плотно плотно плотно. И за счет плотности этот дом простоит очень долго. Единственная проблема, которая с этим домом случается, когда нет крыши. Когда между перевязкой камнями, внутренней стены и наружной стены попадает вода. Вы обращали внимание, если глина высохшая, она как камень. Но когда влага на нее попадает, она как жижа становится. И вот за счет верхнего веса она просто раздавливает, выдавливает. Сначала он получается легкий живот, но потом он выдувается до невозможности, и в конце концов за счет этого рушатся каменные дома. Весь прикол заключается в потолке. Но там впереди что-то есть, арка разошла, пошла трещина. Это не страшно, если в таком состоянии дом залить сверху леду перекрытия, или положенные бревна и засыпано глиной, конечно, и хороший наклончик, вода стекает, ничего с крышей, со стенами никогда не случится. Все спрашивают, а что это за квадратики? Везде квадратики. Квадратики нужны для того, чтобы ставить леса. Вот перекладину поставил, и деревянную перекладину вверх, потом сбил. Сейчас современные леса, они позволяют этого не делать. Мы, допустим, стараемся не оставлять эти отверстия, чтобы туда не проникало ничего. То есть мы стараемся сделать все через законные проемы. В старину делали отверстия, смотрите, они на одном уровне, здесь, здесь, здесь. С той стороны тоже отверстия, раз, два, три, и четыре отверстия. То есть ставили бревна, связывали и делали леса, и потом поднимали леса, и леса потом наснимают. Идет один человек, и, допустим, закрывает эти все отверстия камушками, и камушками, глиной, забивает, и вот эти все отверстия, их потом вообще не видно. Отверстия, которые в доме вы увидите, на мой взгляд, это просто дом недоделанный. Если бы он был доделан, выйдут эти камни, я думаю, нереально. Возможно, там и была плита перекрытия, крыша, но мы не увидели следов от них. Возможно, этот дом не доделали. Мне показалось, что там есть среды огня. Возможно, это сгорело, и все осыпалось. Мы не знаем точно. Хочу добавить, что очень хорошо. Дерево совместно с глиной расширяется, сжимается. И если взять дерево с раствором, здесь нет совместимости никакой, потому что раствор остается на своем месте, а дерево ссыхается. Когда вы связываете дерево с раствором или бетоном, очень важно, чтобы это дерево было сухое. Тогда оно еще как-то не будет заметно вот этих расширений. Будет щель между деревом и раствором. Вот такая, как бы, незначительная, маленькая, тоненькая. Ну, ее обязательно потом необходимо замазывать мастикой, чтобы это имело какой-то вид. Дерево имеет свойство держать на разрыв. И если даже где-то дом опустился, дерево будет держать. Состоятельные люди, строите из камня. Смотрите, как это делаем мы. Заходите к нам на сайт, там много публикаций с описанием. Мастера, зарабатывайте на камне.